Валдай, Путин Именно не мужа, но мальчика. Такая была речь. Всякие меканье-беканье, странные, и в основном опирался он на, в общем-то, знаменитые имена, кого там только не было. От русской литературы до Солженицына. Да, друзья, уж очень много было приведено каких-то литературных цитат. Какие-то исторические вещи тоже приводились. И опять-таки, все это, знаете, зыбко, все на чем-то основано, непонятно на чем. Где там эта история? Кто ее писал? Какая Екатерина Вторая, которая там что-то, когда Екатерины Второй не было? Вот вы понимаете, вот вся история такая. Ну, поди-ка ты, докажи нашему президенту, что Екатерина-то Второй не была. И это можно только сделать по каким-то выводам. А документик-то все у них, в руках, а у нас-то ничего нету. Что мне еще понравилось или не понравилось у этого мальчика, но не мужа? Речь была такая, а что? А вот что они сказали? А что они вот так-то? И вот это чоканье, бесконечно чоканье. Такое, знаете, речь, ну, из-подворотни парня. Он разыгрывал парня из-подворотни. Чтобы все поверили в его ленинградское подворотное прошлое. Я не верю. Я не верю. Он вырос в Германии. Он в Австрии вырос. В горах, в богатой семье. Ну, а в подворотни, друзья, там уже двойника растили с самого начала. Давно-давно растили двойника. С самого-самого начала. Ну, и можно выделить, конечно, некоторые вещи из путинской речи. Сейчас пытаются, вот пытаются, знаете, вот есть один такой большой самовар. Нет, это не самовар. Это котел с кашей. Каша такая дешевая, пшенная или, ну, в общем, комками сваренная. И оттуда нужно выудить, выловить что-то такое серьезное. И давайте мы тоже попробуем и скажем, что президент Российской Федерации в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. То есть, что он нам хотел сказать? Вторая мировая война, понятно. То есть, что он будет действовать и все то же самое будет у нас, как во время Второй мировой войны. Вторая мировая война, это у нас Сталин был, Гитлер, Сталин, а Путин? Он нам говорит о том, что ждет нас. Да, вообще вся речь была неинтересная. Она была настолько вот жвачка какая-то, ни о чем, ни о чем. Вот она была неинтересная. Был бы это не президент России, зал бы встал и ушел. Зал бы не стал слушать такое, то, что говорил Путин. Почему? Да потому что от него ждали реальных вопросов. Вопросов о чем? О том, что идет мобилизация, а сидят в зале-то мужики, они же все боятся, что каждого загребут. Так? Идет какая-то военная операция, где непонятно, что планируют. Какие нацики, какие фашисты? Да у нас у самих полно этих неофашистов. С каких пор, с каких времен? Вы помните Дима Рогозин, молодой? А? Вы не помните Диму Рогозина? У него русская, была партия фашистская. Вы помните это, друзья? Это нужно все помнить. У нас своих фашистов-то до хрена и больше, извините меня. А здесь мы говорим о каких-то нациках. Кто-то гуляет со свастикой. А что там в России? Не гуляли со свастикой, что ли? Че? Путин, скажи, че? Вы понимаете, вот эта вот речь дурацкая, она действительно дурацкая, примитивная. Он вроде как пытался показать нам, что он общается совсем с низкосортным слоем населения, с некультурным. Они, наверное, подумали, что вот эти опричники, которые сегодня встали во главе государства, они подумали, что они всю культуру сейчас под зад ногой вышибли из нашего государства. А осталось кто? А вот это чокольщики. А чокольщики это кто? Чокольщики кто у нас? Да кто институт не заканчивал? Любой парень, закончивший институт, он уже не чокает. Ну, а девчонки тем более, им как-то это, да? А если ты услышал, что кто-то чокает, значит, это некультурный, бескультурный, необразованный. Так люди делятся. Язык-то у кого-то хороший, культурный, а у кого-то вообще бескультурия полнейшая. Вот это чоканье. И Путин показал, что он как бы себя относит к классу бескультурных, потому что всех под зад ногой выгнали, тех, которые не чокают. Итак, следующее, о чем Путин говорил, он процитировал Солженицына. Для Запада характерно далящееся ослепление превосходства. Даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Ну и что? Солженицын когда это сказал? Когда надо было. Но перед этим он написал, ах, епелаг, гулаг. А почитайте его. Нет, вам сейчас, сейчас вам лапши-то навешают и скажут, что он там что-то все загнул. Да, старикан не то написал. Да все он то написал, он все правильно написал. Я читала этот архипелаг гулаг очень-очень давно, когда я только-только в жизнь выходила. Я прочитала этот архипелаг гулаг, но я выросла на Чукотке, друзья. Я примерно представляю. Вся Магаданская область, это были лагеря, сплошные лагеря. Добывали уран, добывали золото. В Норильском Никеле я работала и ходила в этот музей, страшнейший музей. А когда ты поживешь в Норильске, ты понимаешь, что это такое. И как люди жили. И почитаешь потом снова этот архипелаг гулаг и понимаешь. Когда вам говорят, что все это не так, что он привырал, не верьте. Он даже не дописал того, что было на самом деле, Солженицын. А когда он уже дальше, уже была перестройка, уже было потом время, когда рухнул СССР. Да он мог такие вещи, такие вещи он мог говорить, друзья. Почему нет? Ведь каждый старается как-то жизнь свою подладить под существующий строй. А куда ты денешься, если тебя, как вот генерала, кого Лапина, говорят, нашли сегодня в Москва-реке. Ну вот не понравился он кому-то. А причникам он не понравился, которые сегодня во власть пришли. Которые взяли власть. Тройка ВЧК. Помните? Чрезвычайная комиссия. Тройка. Историю-то знаете, нет, друзья? Свою историю. Ту, которая хотя бы коммунистическая. Как становилась-то коммунистическая партия, как большевики приходили к власти. Это нужно знать. Так вот, Путин-то стал цитировать Солженицына. Че это ради-то? Че ради-то? Он цитировал Солженицына. Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Итак, нам рассказывают, что Путин говорит о том, что Запад желает доминировать в мире. А не Россиюшка ли? Не Россиюшка ли, матушка. Хочет доминировать. Ну, причем не она одна. Вы хотите доминировать? Нет, друзья? А вот опричники, которые к власти-то пришли. Да, друзья, помните? Собачьи головы. У опричников отрубленные собачьи головы. Они нагоняли страх на всех. Итак, друзья, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Есть ли она у нас культура? Мы оппоненты, да. Россия – это оппонент Запада. Есть ли у нас культура? А плагиати нашей культуры вы можете много-много читать, смотреть. Ну, люди не хотят читать, не хотят смотреть. Им это не нужно. Вот оно есть, Алла Пугачева спела «Миллион алых роз». И вуаля! И вся Россия поет, весь Советский поет, Союз. Оказывается, это плагиат? Это женщина? Она по рождению, по крови, она азербайджанка, а так она турчанка прожила. Она эту песню пела за 20 лет до Аллы Пугачевой. И вуаля! А все наши сказки – это что такое? Это сплошнейший плагиат. Ну, вот это культура наша, россиянская такая. И зачем говорить о существовании культуры и искусства, что даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры? Ну да, мы закрылись. Мы закрылись железным занавесом и научились балет, ножки поднимать, да? Хороший балет. Это осталась еще старая школа у нас осталась от Анны Павловой, если вы помните, да? Осталась та старая школа. И она в Питере развивалась, она, скажем так, была мужественная и не погибла эта школа. Но сказать, что такая уж культура у нас, друзья. Мы думаем, что у нас культура великая, что у нас великий народ. Но мы не думаем о том, что много ворованного. А в песнях наших композиторов чего только нет, друзья. Итак, Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Доминировать в мире... Ну, Россия-то не будет доминировать в мире, бесполезно. Китай будет, да, Китай. Но Россия под Китаем сегодня находится. Была недавно в Китае заварушка, когда Си Цзиньпинь приехал в страну. 16 сентября его арестовали. И держали его. Какое-то время его продержали. Под арестом. Пока, наконец, Патрушев не вылетел 19 сентября. И поставил ультиматум тем, кто арестовал Си Цзиньпиня. Ультиматум поставил. Что они сейчас... И что там он наговорил, мы не знаем. Но мы знаем, что Си Цзиньпиня тут же отпустили. И состоялся, конечно, выборы. И съезд был. И арестовали тех, кто был во главе заговора против Си Цзиньпиня. В чем разница, друзья? Китай ведь, он где-то на трех слонах держится в основном. Три группировки, которые во власти и управляют. Так вот, Си Цзиньпинь – это единое руководство. То есть, это тирания. Это единое направление. То есть, одно. Одна голова управляет. Одна. Как Сталин в России. Та же самая схема управления. Абсолютно та же. А его оппоненты хотели, чтобы они коллективно решали вопросы. Как, в принципе, в России было. Вот в 80-е годы это было политбюро, где решались вопросы всеобщие, всевместные. Ну, конечно, можно сказать, что один Брежнев тогда правил. Или там один Горбачев. Но все-таки это было совместное решение. Так вот, за это решение были оппоненты Си Цзиньпиня. Но их арестовали. Только потому, что Патрушев приехал 19-го. А 16-го арестовали Си Цзиньпиня. Друзья, складывайте пазлы. Об этом никто не говорит, потому что в этом нужно разобраться. Было. Но если так вот сложить и понять все, то оно все, в принципе, логично вырастает. Одно из другого. Чтобы вы не сказали, а вот в Китае, а вот в Китае. Вот вы же сказали, что там его арестовали. Те-те-те-те-те. Я вам раскладываю, чтобы вы понимали, о чем речь. Итак, друзья, у нас еще один вопрос, который Путин осветил. Это, что Россия готова к переговорам с Украиной. Готова или нет. Потом дальше идут события по зерну. Когда Россия выходит из этого договора по зерну. Потом Россия куда-то уже... Она не знает, куда деть свое зерно. Никто не покупает. Тогда нужно уже куда-то отдать вообще бесплатно в те страны, как сказал Путин, в те страны, которые нуждаются. Вы понимаете, а что своему народу нечего будет есть? Это зимой, даже уже в конце зимы, весной. Об этом никто не думает. Надо быстро раздать зерно. Надо его вывести из страны. Ведь в свое время топили зерно. Когда большевики пришли к власти, опричники те же самые. Они захватили власти. Что они делали? Они у всех вытаскивали зерно. Всех выворачивали наизнанку. Забирали все. А потом грузили на баржи и якобы отправляли. Баржи топили. Под Одессой топили баржи с зерном. Оно никуда не уходило. Так же и сейчас. Зерно никому не нужно. Кроме так официально можно торговать им. Но сейчас Россия вышла. Она, так скажем, барыня, барыня, сударыня, барыня. Сегодня выступает так Россия. У нас как Салтычиха. Вы помните Салтычиху? Сумасбродная барыня была Салтычиха. Россия выступает так же сегодня. И вот с зерном все то же самое. А нехай мы отправим вон туда. Бесплатно. Поможем странам. Ну что же, если помогут Индии. Бесплатно. Да ради бога, замечательно. Пусть отправляют в Индию. Ну куда еще? В Пакистан. Где к талибам можно отправить? Да? В Афганистан. Ведь из Афганистана мы получаем кого? Мы получаем ЧВКшников. Мы получаем хороший спецназ, обученных ребят. Получаем в отряды, которые идут на фронт. Но уже они профессионалы. А не те, как сейчас принято называть это мясом. Да? Тех бедных парней, которых матери не успели даже солезами своими обмочить при прощании. Многих схватили и потащили на фронт. Так что предстоящее десятилетие, если оно и станет серьезным вопросом перед всеми нами, которое будет. Но что мы с вами говорили, что война будет тянуться 10 лет. Это не значит, что будут постоянно здесь вот туда-сюда от границы к границу. ДНР, ЛНР, Крым, Херсон, туда-сюда. Об этом забудут. Пойдут в другие места, потому что нужно за эти 10 лет как можно больше перебуровить точек. То есть поднять, выдернуть Молдавию из состояния нормального. Выдернуть. Приднестровье загорится. Польша. Германия вступит. Германия вступит. Потому что сейчас Германия пытается с нами испортить отношения, пока все это было в любви и дружбе. И не забывайте, Австрия, это тоже дружба. Это родина. Вот это родина настоящая. Скажем, наши элиты. Наши элиты. Ну, возможно, это президент Путин. Там тоже, там же его сестра сидит в руководстве страной. Вы помните, носатую, в которой он ездил два года назад на день рождения, помните? Такая у него дородная сестра, сестрица. Они, конечно, все не очень красивые женщины. Ну, это уж род такой, высокородный. А куда денешься? Ну, такой род. И вот Путин там такой же. Девушки у них крупные. Ну, хотя если взять дочь Путина, то она мелкая. А так, сестра-то Путина, сестрица, она такая крупная. На свадьбу ездил, помните? Посмотрите, у меня есть ролики на эту тему. О чем нам рассказал президент Путин в своем выступлении? Он подчеркнул важность справедливой мировой экономики, что она должна быть справедливой. Ну, как может быть экономика справедливой, скажите? Когда все зиждется на деньгах. Когда коррупция Россию сожрала. Просто сожрала вся коррупция. Какая справедливая экономика? Я ничего не понимаю. Вот этот термин, экономика и справедливая, ну, это как два разных, вот, понимаете, компот и уголь, да? Вот уголь и компот. Каким отношением одно к другому? Уголь может загореться, его можно зажечь, он будет топиться. Вот эта экономика, понятно, она горит, она как бы дает тепло, да? А компот, он что? Ну, выплесни его. Вот вам и вся справедливость. Она не туда и не сюда. Поэтому справедливая экономика, не знаю, кто такой термин, подсунул Путину. Вот честно вам не могу сказать. Ну, какая-то странная и ерундовая вообще. Да. Он говорил также о формировании новых международных финансовых платформ. В том числе и для международных расчетов. Ну, потому что международные расчеты тоже зашли в тупик. Раз, и зажали. Вот отключили Россию от общей сети. И все, и Россия не может делать банковские переводы. А у чиновников огромное количество денег. И для того, чтобы чиновники не вывели вот эти свои огромные количества денег, именно поэтому западные чиновники отключили Россию из системы SWIFT. То есть SWIFT закрыли для России. Кому выгодно? А тем опричникам, которые остались в стране. Путину, в частности. Ну да, опричники, они ведь тоже сегодня действуют от лица Путина. Неважно какого. От лица Путина. И поэтому как раз выгодно было, чтобы чиновники так просто-запросто не переводили деньги. Какая справедливость? О какой справедливости можно говорить? То есть вы скажете, ну, это надо разбираться, друзья. Надо разбираться в экономике, в деньгах. Если у чиновников есть деньги, они хотят вывезти их. Огромные, огромнейшие деньги. Триллионы, триллионы уходят за границу. А как их закрыть? Да только закрыть систему SWIFT. А кто закроет систему SWIFT? Это западная система SWIFT. Кто ее закроет? А вот только санкциями можно было закрыть. Значит, это все-таки договорняк. Кто выиграл? Путин выиграл. В стране остались чиновники и деньги. Не все вывели до конца. Кто выиграл, друзья? Кто конечный бенефициар? И не важно, какие санкции где-то кто-то вам скажет, где-то напишут в печати на него наложенные. Важно, что конечный бенефициар всех этих санкций – это Путин. Кому выгодно? Выгодно Путину. Ну, выгодно, конечно, опричникам, которые стоят сегодня сзади него. Он поменял команду. Путин поменял команду. Да не тот костюмчик, который бегает там на Валдае, выступает и чокает. Ну, надо же вот такое. Вот эта пресс-служба президента, они меня удивляют. Ну, я не знаю, конечно, может быть, Песков такой выдумал ход финтушами, что он решил президента, так скажем, приземлить с народом, соединить именно чоканьем. Ну, возможно, это и сыграло свою роль, я не знаю. Но оно так уж очень нарочито в глаза бросалось, что он по каждому поводу чокал-чокал Путин. Да, послушайте, речь, она такая довольно-таки, но слушать долго. Ну, я вот делала по дому какие-то свои дела и слушала, потому что так сидеть, слушать, это невозможно, друзья. Это речь мальчика, но не мужа. А мы все-таки должны понимать, что президент-то у нас должен быть мужем, а не мальчиком. Так что его ссылки, все отсылки на художественную литературу русскую. Но мы что, без него не знаем? Нет художественной литературы русскую. Вероятно, он действительно основывал свое выступление на тех ребятах, которые не знают. И поэтому он обращался к нашим писателям, деятелям художественной русской литературы, как к большим авторитетам. Но политика и старые русские писатели, это что вообще, нормально, нет? Это когда было-то, друзья? Да сто лет назад. А при чем здесь сегодняшнее? А при том, а вот если вы послушаете Путина, что ни слова, то писатель, что ни фраза, то писатель. И он каждый раз обращался к писателям, русским писателям. И когда нам говорят о том, что будет будущий мир, это мир после гегемонии, справедливости, безопасности для всех, возможно ли это? Когда грядет деспотизм, когда грядет тоталитаризм, но самое главное, красиво сказать, друзья, самое главное, называть вещи, вот вы смотрите одно, а вам называют вот так, а вы смотрите это вот так, а оно вот так. И это самое важное, друзья, что мы должны понять, что мы дальше идем, играем, и бьем себя, Шура, ушами по собственным щекам. Бейте, Шура, бейте себя ушами. Для того у вас и длинные ухи выросли. Че, услышал? Я Таня Карацуба, Сиинбурхан. Карацуба, Сиинбурган. Карацуба, Сиинбурган. Карацуба, Сиинбурган. Карацуба, Сиинбурган. Карацуба, Сиинбурган. Карацуба, Сиинбурган.